Приветствую вас! Мои коллеги, в принципе, сказали все, что уже можно было бы сказать. И вряд ли я бы смог лучше них выразить мысль, которую выразили они, причем единогласно практически. И, в общем-то, это радует. Я хотел бы вам сказать следующее, вдобавок к тому, что вам ответили мои коллеги. Понимаете, то, что вы, вот то, как вы реагируете на ситуацию с вашим ребенком, к сожалению, свидетельствует о том, что ваше представление о мире, ваше представление о том, каким он является, мир я имею в виду, каким он должен быть, опять же, мир я имею в виду, какие в нем ценности, и здесь я имею в виду современные ценности, современный мир. Так вот, то, что вы говорите, свидетельствует о том, что ваше представление о этом мире является в корне ошибочным. Вы не знаете, что сейчас актуально и ценно, например, для, скажем, подростков. Вы не знаете, что важно для подростков именно вот сейчас, в современном мире. Вы не знаете, чем живут в подростках современных, хотя это ваш ребенок, и ребенок непроблемный, учится хорошо, ответственный и так далее. И вот именно потому, что у вас отсутствуют эти базовые знания о вашем, вполне вероятно, о вашем сыне. Именно потому, что у вас нет понимания того, что для вашего сына сейчас, на данный момент, ценно, важно, интересно и актуально. И возникла вся эта ситуация, о которой вы рассказываете. И прежде чем, прежде чем, значит, разговаривать хоть о чем-то с вашим сыном, прежде чем принимать хоть какое-то решение относительно того, что ему говорить, я бы рекомендовал вам изучить современные, актуальные, значит, современные и актуальные ценности, значит, подростков. И только, только после этого, только после того, как это все будет изучено вами, рассмотрено, значит, только после этого, я думаю, вам можно будет разговаривать с сыном, со своим. Когда вы, иными словами, будете лучше понимать, что с ним происходит. И насколько правильно и естественно то, что сейчас с ним есть. Это, я думаю, это, я думаю, как раз и является тем, на чем вам нужно сейчас, в данный момент, сконцентрироваться. На собственном познании, на собственном изучении мира подростков, на расширении своего кругозора относительно того, чем живут и чем увлекаются современные дети. Без данного аспекта, без данного, без данного, без данного изучения, вы, к сожалению, лишите себя возможности разговаривать со своим ребенком на разных, вы решите, лишите, прошу прощения, лишите себя возможности беседовать со своим ребенком так, как это необходимо, так, как это правильно, так, как это нуль. И я надеюсь, что то, что мы вам сказали, я надеюсь, что это поможет вам сделать первый шаг в сторону познания мира ребенка. И когда вы изучите социальную среду подростка, когда вы станете близки к той атмосфере, в которой, по сути дела, ваш ребенок сейчас живет, и которому, по сути, придется жить еще какое-то время, до 18 лет ему придется жить в такой среде, что вы обретете знание, необходимое для того, чтобы лучше понимать его. И это знание сделает для вас доступным и нормальным, абсолютно нормальным то, что вам сказали, значит, мои коллеги. И вот я надеюсь, что именно эти моменты, моменты развития, вашего развития, помогут вам увидеть иной, совершенно незнакомой для этого, до этого страны жизни по другу подростка. И тогда все, что вы описываете, и все, что говорят мои коллеги, покажется вам таким естественным, по современным местам, конечно, таким нормальным, что вам самой будет удивительно, как вы раньше этого не знали. Почему я обобщаю? Не только на самом деле, потому что коллеги высказали уже все, что можно по этому вопросу. Да, если бы я был на их месте, я бы, может быть, немножечко мягче, немножечко деликатнее, немножечко дольше все бы это говорил. Просто, чтобы вам было легче усвоить это. Но, коллеги, но дело не только в этом. Дело в том, что начни я вам объяснять, как сейчас происходит врастление и становление подростков, и что такое вообще подростковый период жизни. Это ушло бы очень-очень много времени. Это было бы утомительно для меня и утомительно для вас. Поэтому я предлагаю вам самостоятельно изучить это. И изучая это самостоятельно, у вас не будет ощущения, возможного ощущения. Вот это вот мы, или в данном случае я, такие странные-странные, что называем нормальными, то, что для вас кажется ужасным. Ну, а на этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если остались вопросы, пишите в личку, если захотите поговорить подробно о том, что такое подростки, и об особенностях подросткового возраста, а также об особенностях современного мира, в котором живут подростки. Обо всем этом можно поговорить с вами в личной консультации. И для этого, пожалуйста, пишите в личку мне, либо к любому другому эксперту. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!